Это Большой Утренний эфир на телеканале Санкт-Петербург. Мы вернулись. Михаил Спичко, Дарина Шарова. Мы рады приветствовать всех, кто к нам только что присоединился. И продолжаем. Клад из окладов. Петербургские водолазы достали со дна Невы оклады старинных икон. Их нашли случайно во время исследования акватории реки, недалеко от крейсера «Аврора». Все подробности узнаем у наших гостей. Мы рады приветствовать в нашей студии руководителя водолазных работ Владимира Глушенко. Доброе утро, Владимир. Доброе утро, Владимир. И Вадима Буренина, настоятель церкви Рождества Иоанна Притича на Каменном острове. Отец Вадим, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Ну, очевидно, Владимир, что не поиски кладов в зимней Неве, а ими занимались водолазы. Конечно же. А тем интереснее узнать, как произошла эта находка. Ну, мы, как обычно, выполняли работы по обследованию палов причала первоспуска. И водолаз, находясь под водой, по связи сообщал о том, что он видит. И один из предметов говорит, что похоже на икону. Я говорю, вернись, осмотри. Он осмотрел, говорит, да, действительно, это икона. Когда он поднял, оказалось, это икона Божьей Матери Казанской. После спуска повторного он обнаружил еще Николаевича Дотворца. А это оказался серебряный оклад. Все эти оклады находились на расстоянии друг от друга, на значительном расстоянии. Мы внимательно обследовали дно на поиске самого лика, потому что не было лика. Но, к сожалению, не обнаружили. Как оказалось, это икона старинная, 19 века, как сказал эксперт или историк. Я более 35 лет работаю водолазом, спускаюсь под воду. На всех флотах работал северный, черноморский, тихоокеанский, балтийский. Это первое чудо произошло, когда в центре Невы обнаружили такие иконы. Существует правило поведения человека, который нашел клад, и пусть этот клад будет на дне Невы даже. Конечно. Я сразу сообщил генеральному директору Существительного комитета, и, конечно, своей жене Екатерине, которая мне тоже действующего до вас. Это главное правило. Да. Она тоже действующего до вас, поэтому ей в первую очередь. Отец Вадим, мы называем эту находку кладом. Насколько вообще это действительно так? Не преувеличиваем ли мы, скажем так, какую ценность имеет вот эта находка? Нет, совершенно не преувеличивайте. Если мы что-то находим, и это может иметь историческую ценность, а мы действительно понимаем, что когда они увидели эти оклады под водой, первое впечатление, что это какая-то додрагоценность, и она может иметь какую-то историческую ценность. И при этом оказывается не один предмет, предметов несколько. Мы тут, конечно, вспоминаем и наш гражданский кодекс, потому что у нас есть специальная статья 227-я, посвященная, так и называется, находка. Из которой мы тоже узнаем, как мы должны действовать. Собственно говоря, я очень рад, потому что мне сразу позвонили и сообщили, что произошло такое событие, как поступать, что делать. И, конечно, я тут же прокомментировал это событие. И дальше все было сделано очень грамотно. Вот здесь очень важно, чтобы у нас было правосознание, чтобы мы каждый раз поступали ответственным образом. Потому что, ну, что там греха-то таить. Некоторые пытаются, найдя что-нибудь где-нибудь в лесу или в каком-то другом месте, спрятать и не сообщить об этой своей находке. Но вот в данном случае поступили очень правильно и грамотно, сообщили обо всем об этом. И это действительно национальное достояние. И дальше будет экспертиза, и будут разбираться, откуда эти оклады, как они могли туда попасть. То есть там посмотрят... Первая версия, простите, это кто-то хотел их спасти во времена революции, наверное, от конфискации. Я думаю, что вряд ли. Потому что если бы хотели бы спасти, то постарались бы действительно в каком-то укромном месте спрятать. Это все-таки у нас тут старый фонд. Вполне вероятно, можно где-то было бы спрятать. И это был бы действительно такой вот клад в доме. Могли бы спрятаться где-то на территории какой-то. И это тоже было бы вполне естественно. В лесу, в конце концов. То есть в таком месте... Ну да, вода не лучшее место. Да, где клад мог бы сохраниться. Здесь же такое место, где вполне вероятно люди понимали, что произойдет какое-то разрушение. Скорее всего, попытались избавиться от того, что могло привести к каким-то, может быть, даже уголовным последствиям. А можно ли датировать эту находку? Вот примерно можем мы сказать, когда... Ну вот мы можем говорить о том, что... Например, вот когда мы говорим о серебряном окладе, то только после 1730 года, когда у нас стали развиваться рудники серебряные, стали появляться подобного рода серебряные киоты. Поэтому это, очевидно, скорее всего, или вторая половина XVIII века, или XIX век, или начало XX века. Но вот здесь как раз эксперты проведут соответствующие анализы и дадут совершенно точный ответ с приблизительной датировкой подобного рода оклада. Простите, какой может быть дальнейшая судьба этой находки? Ну, предоставляются два варианта. Либо музей, либо храм петербургский. Вариант здесь только один. Значит, это все переходит в собственность государства. В любом случае. По закону, в любом случае. А дальше действительно могут быть переданы и церкви в том числе. Но здесь тоже есть соответствующий правовой режим. Во всяком случае, у нас в 30 ноября 2010 года был принят федеральный закон 327, который гласит о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. То есть здесь есть правовое поле и будут действовать в этом правовом поле. Если же это будет музейный экспонат, то здесь тоже есть федеральный закон. Будет ли попытка восстановить лик, который, как нам кажется, был в этом окладе? Здесь вот как раз экспертное сообщество, оно будет принимать соответствующее мотивированное решение. И я надеюсь, что мы в будущем узнаем. Ну, по крайней мере, по закону еще есть полгода для того, чтобы после того, как эксперты определят, потом попытаются найти собственников, может быть, даже этих окладов. Даже так. Даже так. Ну, мы же не знаем. Может быть, они были похищены из каких-нибудь музеев или из каких-то частной коллекции. Ну, может быть, и такое. Спасибо большое, Владимир. А вам желаем следующих интересных находок на дне водоемов. Водоемов.